Приветствую вас на канале Тикникс Ревьюз. Сегодня я хочу рассказать короткую историю и поделиться своим опытом по изготовлению поплавка. Однажды один из зрителей в каком-то моем видео в комментарии оставил такую запись, что альтернативы гусиному перу нет в качестве поплавка. Но вот я доказал, что она есть и она более жизнеспособна, чем гусиное перу. Вот перед вами те оснастки, которыми я уже пользуюсь, ловлю и делаю это успешно. Еще маленький секрет, вот 4.7, здесь тоже 4.7. То есть оснастки наматываются на мотовильце, на котором указана длина удилища. Потому что есть несколько удилищ разной длины и для того, чтобы знать, к какому удилищу настроена оснастка, я сразу это подписываю на мотовильце. И таким образом использую. Ну и теперь перейдем уже непосредственно к изготовлению вот таких вот поплавков. Первое, что нужно сделать, это нужно сделать вот такое крепление. Я сейчас для того, это у меня вот есть уже готовые, я несколько штук сделал. Я коротко покажу, как это делается. То есть вот берется проволочка, вот такая. От нее отрезается кусочек. Кусочек, кусочек и зачищается лак на длине буквально тут полтора сантиметра, сантиметр-полтора. Зачистили лак, затем взяли круглогубцы и сделали колечко. Колечко я делаю полностью закрытым, то есть с небольшим перехлёстом. После чего это место пропаиваю. Вот здесь это видно. То есть для того, чтобы это колечко не раскрывалось. Обрезаю до нужной длины, оставляя порядка полутора-двух сантиметров. Получаю первую деталь. Вторая деталь выполняется таким образом. Она продевается в первую деталь. И точно так же формируется колечко. То есть мы на ней формируем колечко. Вот так вот. Одеваем первую деталь. И после этого производим сливку. Вот. Ну и учитывая то, что имеется ввиду, что здесь запаяно, мы получаем вот такое крепление для поплавка. После того, как эта часть по размеру выставлена, я делаю на конце, то есть я разгибаю кончики для того, чтобы после закрепления уже в тело поплавка это было в качестве удерживающего элемента. То есть вот я сейчас покажу. Вот таким образом. Вот. Далее. Проволочка нам не нужна, круглупцы не нужны. Далее мы берем трубочку. Это трубочка, которая применяется для всевозможных рекламных флажочков. Там есть настольная установка флажочков каких-то. Есть просто для того, чтобы где-то на демонстрации или на митинге махать этими флажочками. Я эту трубку, она имеет длину около 300 мм. Я ее делю ровно пополам. Вот так вот. Но есть тоже нюанс. Для того, чтобы ее не деформировать, я ее разрезаю ножовкой. То есть вот у меня есть такая маленькая ножовочка, которой я эту трубочку разрезаю. вот имеем заготовку. Далее берем зажигалку, греем конец и на металл его обкатываем, как бы завальцовывая вовнутрь вот этот раз плавленый пластик. Вот так вот. Надежность такой завальцовки я проверяю, втягивая воздух ртом через вот это отверстие с обратной стороны. то есть если трубочка не герметична, то я еще раз прогреваюсь и докатываю докатываю опять для того, чтобы это было герметично и надежно. Опять проверяю. Еще не совсем. То есть этот процесс может показаться кому-то очень длительным. На самом деле это занимает буквально пару тройку минут и не более того. Вот. Проверка показала, что здесь все нормально. После этого можно шкурочкой аккуратненько зачистить для того, чтобы не было заусенцев, за которые будет зацепляться леска при забросе. То есть вот когда мы это зачистили и проверили, что трубочка у нас герметична, теперь переходим к следующему этапу. на этот конец у нас оформлен. Этот конец нам нужно только чуть-чуть обвальцевать. Для чего сейчас я расскажу. То есть немножечко мы этот конец обвальцовываем. Вот так вот. в это время ставим на прогрев термоклеевой пистолет, который будет необходим для следующей операции. Пока прогревается термоклеевой пистолет, можно подготовить следующее, что нам необходимо, это кембрики. Обычно я делаю три кусочка кембрика, где-то по пять миллиметров. Это, скажем, не кембрик, а термоусадочная трубочка черного цвета. Я беру термоусадку черного цвета, отрезаю три кусочка и с этой стороны, которая у нас уже завальцована герметичная, я одеваю этот термоусадку. То есть вот таким вот образом натягиваем три кусочка термоусадки. Хочу сказать, что я пробовал разную термоусадку, там зеленую, красную и прочее. И могу с уверенностью сказать, что поплавки такого вида с цветной термоусадкой, то есть с красной или зеленой, они уступают по визуальному восприятию, по скажем, легкости нахождения поплавка на воде, если ты там отворачиваешься куда-то, а потом поворачиваешься, пытаешься найти поплавок, то вот этот поплавок находится гораздо проще и быстрее, нежели с какими-то там цветными термоусадками. После этого я термоусадку обсаживаю зажигалкой, легко проворачивая так, чтобы не перегреть ни трубку, ни термоусадку. Все, термоусадка надежно усажена и поплавок уже почти готов. Сейчас я проверю, насколько готов термоклеевой пистолет, если он готов, то мы тогда произведем уже окончательную сборку этого поплавка. Пистолет готов и мы можем закончить изготовление поплавка. То есть, теперь обратная сторона, которая у нас еще не закрыта, мы вставляем туда сопла пистолета и закачиваем клей. Где-то на, ну, обычно я так делаю, где-то на сантиметр. Вот видите, он назад выходит, доказывая то, что поплавок герметичен. смочив пальцы формирую вот здесь окончание из клея таким образом, чтобы колечко было свободным, витая деталька, которая ставится в поплавок была надежно закреплена. При необходимости я немножко сейчас покажу, я повторяю эту операцию, то есть я просто добавляю чуть-чуть капельку клея и опять смочив пальцы формирую вот здесь вот хорошее окончание прямо по горячему клею. вот то есть подвальцовка трубочки была необходима для того, чтобы клей, который зашел туда, даже при желании вылететь, не мог этого сделать. Ну, это, конечно, из области перестраховки, но тем не менее я так поступаю. И второе, что теперь необходимо, ну, во-первых, вот эту часть можно несколько укоротить. Вот так я ее подрежу немножко. И после этого беру кембрик. беру силиконовый кембрик и продеваю на проволочку. Все. Поплавок готов. теперь его нужно только проверить на огрузку и можете идти на рыбалку. Поплавок с одной точкой крепления за счет хорошего силиконовой трубочки отлично держится на листке. То есть такой поплавок это реальная замена гусиному перу и намного надежнее. Почему? Потому что это намного прочнее чем гусиное перо. Это не ломается при таких усилиях как можно сломать гусиное перо. Кроме того гусиное перо может там треснуть замокать пить водичку такой поплавок водичку пить не будет никогда. И на воде можете мне поверить видимость вот такого контрастного перехода белый черный на любом фоне на светлом на темном фоне на любом фоне видимость такого поплавка исключительная просто исключительная вот этот поплавок который является альтернативой гусиного пюре я и хотел сегодня вам показать и собственно прямо на ваших глазах я его изготовил буквально за считанные минуты на этом сегодня все пока пока я и и Продолжение следует...